А второе знакомство, настоящее знакомство с творчеством Мали у меня случилось вот как раз примерно через 10 лет. Мне в фейсбуке попалось ее стихотворение, не знаю как, кто-то видимо опубликовал. И так я узнала, что она теперь хайтлина. У нее там даже был пост о том, что вот она по паспорту, не по мужу, а просто она хайтлина, не пудряшева теперь. Что именно так ее надо называть. И я узнала, что у нее родился ребенок. И те стихи, которые она стала писать после того, как у нее родилась первая дочка, они были потрясающие. Я их читала, я думаю, а вот это мое. Хотя это не из-за того, что у меня, например, был ребенок, у нее и был ребенок. У меня не было детей на тот момент, как и сейчас у меня до сих пор нет этих детей. Но то, как она стала писать, как она легко и лаконично и просто стала писать о жизни, это очень мне было созвучно. И вот следующее ее стихотворение, которое оказалось в моем творчестве, с которого началась моя такая любовь и наше такое сотворчество, это вот стихотворение, которое я назвала песню по этому стихотворению «Пионы». Мурашки бегали в носу от пыльной теплоты, «Когда по небу плыли белые драконы, гуси и коты». «Когда обедали без руганий, и каждый ел, чего хотел, Когда черешни стали круглыми и раскраснелись в духоте». «Когда дрозды таскали палочки, разважничавшись до хвосток, Когда сирень четырехпалая искала пятый лепесток, Когда все гиблое и зяблое, вдруг стало теплым, как щенок, Когда завязывались яблоки, пока свой зинец стал щенок». В тот день, когда пионы треснули цветами, став из овощей, В тот день, пожалуй, интересного и не случилось под ущельем.